В этом доме престарелых, недалеко от Токио, наступает время утренних упражнений. Сегодня занятие проводит робот. Рост Полара всего 40 сантиметров. Он умеет ходить, разговаривать, танцевать, петь и даже может рассказать вам прогноз погоды на завтра. Похоже, что он очаровал всех присутствующих. Я чувствую себя счастливым, когда разговариваю с ним. Мне немного неловко говорить это, но он ведет себя почти как живой человек. Сделать роботов как можно более похожими на людей – заветная мечта многих изобретателей. Эрика – одно из ее воплощений. Сейчас она рассказывает мне сюжет своего любимого фильма. Особенность Эрики в том, что она не только может говорить на огромное количество тем, но она еще и движется, поворачивается к вам, когда говорит с вами. Она моргает, у нее шевелятся щеки и рот. Это кажется невероятным. Она и правда выглядит как живой человек. Создатель Эрики, профессор Хироши Ишигура, сидит рядом со своим двойником-роботом. Он говорит, что его главная цель – стереть границу, разделяющую человека и робота. У человека два пути для эволюции – гены и технологии. Используя технологии, мы можем расширить наши возможности. Технология изменяет человека. Это тоже путь для эволюции. Нужны ли нам роботы? Да, конечно. Особенно в Японии, поскольку наше население уменьшается. В этой ситуации нам необходимы такие технологии. А как насчет робота, который станет частью вас? В этой лаборатории уже сделали первый шаг – искусственный экзоскелет. Вот пример того, как не нужно поднимать тяжелые предметы. Однако это приспособление сделает все за вас. Эффективность полноценного экзоскелета впечатляет еще больше. У этого человека была повреждена спина, и он снова учится ходить. Когда пациенты начинают использовать такие устройства, улучшается их общее физическое состояние. Начав использовать искусственные ноги, пациент вскоре снова смог ходить самостоятельно. Такие устройства уже помогли больным полиомиелитам и даже тем, у кого ампутированы конечности. Бионический человек – это уже не фантастика. Продолжение следует – это уже не фантастика.